Мы приветствуем вас на канале все о стиральных машинах и водовой технике. Сегодня у нас топ 7 рейтинг лучших стиральных машин горения 2024 года. Ссылки на лучшие стиральные машины горения 2024 года вы найдете в описании к данному видео. Пожалуйста, переходите, смотрите. Ну а наш рейтинг возглавляет очень удачная узкая стиральная машина горения W1NHEI74SAS. Чем она удачна? Ну, во-первых, электроника надежная, хорошая сборка, качественные материалы. Вообще, конструкция достаточно удачная, потому что узлы, которые раньше вызывали вопросы в стиралках горения, здесь они упрощены изрядно. Ну и, соответственно, это делает машинку более ремонтопригодной и долговечной. Соответственно, 7 килограмм барабан, люк такой широкий, достаточно интересный, ручка более надежная у него. Глубина 43,5 сантиметра, при этом обновленный модуль управления, неплохие характеристики, включая скорость отжима 1400 оборотов в минуту. Менее шумная она, благодаря инверторному двигателю. Ну и хороший такой набор программ. Ну, как бы ничего особо лишнего, но в то же время есть всё необходимое. То, что как бы нравилось хозяйкам, то, что они постоянно использовали. Плюс барабан тоже непростой, внутри специальная такая, как бы, поверхность, которая, с одной стороны, бережно воздействует на ткань, и с другой стороны, хорошо отстирывает грязное бельё. Следующий вариант, это стиральная машина из линейки Primari. Горенье с модулем управления тоже обновлённым, но при этом достаточно простым. То есть, тут всего-то несколько кнопок и переключаемая ручка. Загрузка 8 килограмм идёт, габариты 60 на 54,5 на 85 сантиметров. Это стандартная по глубине машинка, но при этом такая внушительная загрузка 8 килограмм. Скорость отжима 1200 оборотов в минуту, инверторный двигатель. Почему мы её на второе место поставили, вроде модель-то и не самая новая? Здесь смысл в том, что это одна из самых устойчивых машинок, не только в линейке стиральных машин горения, но и среди всех прочих машинок. Поэтому, если вы не терпите шум, если вас достала предыдущая машинка, которая болталась и подпрыгивала, возьмите эту, вы прям почувствуете разницу. 37 534 рубля, скидочка 8%. На третьем месте у нас расположилась тоже достаточно неплохая стиральная машина горения W2NHP72SCS. Данная машинка с барабаном на 7 килограмм, глубина у неё 46,5 сантиметра. Ну, как бы, если говорить, что в пределах 45 это узкая, то больше 45 это уже всё-таки стандартная. Но из стандартных это одна из самых узких машинок. Тоже инверторный движок стоит, скорость отжима 1200 оборотов в минуту. Ну, эта машинка в плане устойчивости чуть-чуть проигрывает предыдущим образцам. Ну, всё равно, как бы, нормальная в этом плане. Выделяется здесь более-менее надёжный модуль управления, хорошая конструкция. Но, вот, качество пластика некоторые вопросы всё-таки вызывает. Вот, у более новых моделей там пластик немножко другой. 35 308 рублей стоит. На четвёртом месте у нас расположилась стиральная машина горения W1NHP60SCSIRV. Машинка, на первый взгляд, кажется простенькая, да. Да, загрузка 6 килограмм, скорость отжима 1000 оборотов в минуту, инверторный двигатель. Но, как бы, в плане сборки эта машинка достойная очень даже. То есть, здесь абсолютно не экономили нигде на материалах. Ремонтопригодность тоже в высшей степени, да, у этой машинки. В целом, машинка очень даже неплохая. И стоимость у неё 37 258 рублей. Далее у нас идёт стиральная машина горения WN-EI72SB. В данном случае это модель с новым дизайном уже. Это линейка Essential. 7 килограмм загрузка 1200 оборотов в минуту, скорость отжима, инверторный двигатель обновлённый. Ну и машинка сама по себе не шумная совсем. То есть, если сравнивать с образцами другими, да, то вы поймёте, что действительно машинка такая устойчивая. Правда, проигрывает по этому параметру всё-таки двум лидерам нашего рейтинга. Специфический лоток для порошка, да, то есть, соответственно, у него три отделения, но расположены они не классическим образом. Ну и научиться пользоваться этой машинкой может достаточно легко, потому что минималистичная панель, много кнопок тут нету, стоимость 37 578 рублей. На шестом месте у нас расположилась проверенная стиральная машина горения WHE60SFS. У неё основной недостаток, за что эту модель, в общем-то, ругают, это вот эта ручка. То есть, если она ломается, потом приходится гомырить её чинить, потому что новую купить либо сложно, её просто нет в наличии, либо она стоит безумных денег, то есть, при стоимости машинки в 25,5 тысяч рублей, оригинальная ручка там стоит под 3 тысячи, да, ну, то есть, это нереально совершенно. Загрузка 6 килограмм, габариты 59,5 на 46 на 85 сантиметров, ну, правда, класс энергопотребления с тремя плюсами, и действительно, по этому параметру машинка выигрывает существенно, хотя это простенький такой, я бы сказал, по современным меркам дешёвый вариант. Ну и, наконец, на седьмом месте у нас расположилась стиральная машина горения WHE1NHPI60SFS. Это машинка с функцией дозагрузки белья, инверторным двигателем и предельно простой сборкой. Здесь сэкономили производители на всём, на чём смогли, ну и получилась, в общем-то, вполне достойная дешёвая модель. Тут есть свои приблуды, да, они кое-где сэкономили на крепеже, и при разборке машинки, например, можно сломать крепление верхней крышки, или там ещё кое-где, ну, то есть, такие явные смешные моменты, да, как будто они там на лишних 3-4 шурупах там сэкономили. Ну, стоило бы она не 22 тысячи, а 23 бы, ну, не так это и критично было бы, зато не матерились бы, в общем-то, мастера, которые потом эту машинку будут ремонтировать. Ну, в целом, агрегат достойный с инверторным двигателем. Ссылки на лучшие стиральные машины горения 24-го года вы найдёте в описании к данному видео. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на кнопочку подписаться под видео, жмите на колокольчик, и всего вам доброго.